Тебе не холодно, красавчик. Все, кайф уйдет. Папе на табороду потереться, да? Дизелек. О, общие, злые, чеки, злые, 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 злые. Ау! Эй г Ut, хитрый наглый б... Ну, как-то я спокойно к этому отношусь, мне другие животные не дают скучать, у меня есть чем заниматься Ну, почему же не завожу? Завожу Вы думаете, у меня нет самцов? Есть Все животные по-разному, кто-то отказывается кормить в зоопарке, мне предлагают забрать Кто-то завел, не справляется, кто-то купил себе, поигрался три месяца, не знает, что делать дальше, звонит Миша, спасибо Спасибо большое, нам очень приятно Ну, наверное, когда я узнал, что у меня будет сын, я очень долго мечтал, чтобы у меня был ребенок-мальчик Так что, жене спасибо Конечно, есть, я мечтаю открыть парк тигров или дом тигра Но, как только я приближаюсь к этой мечте, то карантин, то курс доллара поднимается То что-нибудь происходит, какая-нибудь хрень вечная Ну, у студии Ковчег нет, я вроде бы не был А что означает вот эта любимая цифра? Ну, мое любимое счастливое число для меня, я не рожден 13-го числа, но очень люблю его У всех шершавый язык, он такой, как наждачная бумага Прям, или из моих имеете в виду Да, он, в принципе, у всех одинаковый Ну, у тигров, наверное, шершавый очень Нет, да хватит животных, ребят, уже не так много Не так тяжело Конечно, конечно, умываются Также лапки вылизывают За этим очень интересно наблюдать Супает какой-нибудь упрямый, попадется И прям долбится в стену, как вот, ну, ты ему говоришь, вот так надо А он нет, и вот стоит на своем Они такие упрямые Ну, вы знаете, я очень люблю готовить Очень, безумно люблю И очень вкусно готовлю Мне все об этом говорят Но, если разговор идет о свинине То, как правило, это 4 перца Приправа, лук, минералка Сапашным нет, не сотрудничаю Ну, знаком, знаком, конечно Ну, каких-то совместных движух нет Ну, последнее время мы берем с собой на прогулку Помимо Шанель еще и Лилу Вот так выводим ее Все почему-то любят Шанель Ой, брат, возможно, завтра Но я не по работе, я там по своим делам Спасибо большое Ну, когда приходит очень много таких сообщений Правда, думаешь, что ты живешь не зря И все, что ты делаешь, это тоже, конечно, не зря Спасибо нам, приятно, мы стараемся Ни в коем случае Многие, бывает, строят вольеры Отапливаемые И это большая ошибка Людей, кто так делает Нет Ну, у них есть специальные условия Там, по животным Ну, я уже тысячу-пятьдесят раз отвечал Что бывает, вместе с остальными животными Там, с Эмилис Каем, с Нити Закрыты на карантине На другой территории Ко мне попало ей было Три месяца И она не ходила У нее было Семь переломов Из четырех лап Были сломаны три Хвост, ребра Таз смещен И катаракты на глаз Он такой Он прям Вот так трясит У нас была мечта Тигра дизелем назвать Но, когда к нам Попал этот красавчик Прямо Это имя припечаталось К нему Ну, конечно У тигров более такая Рыхлая шерсть А у Пумана Такая, знаете Прямо Гладкошерстная И такая вся Вот бывают Гладкошерстные собаки А бывают Длинношерстные Вот Дизел Гладкошерстные Нет, не видел У меня нет Таких знакомых А что, у вас есть? Конечно, не разрешаю И во время прогулки Рассказываю людям Технику безопасности Как себя вести Не бегать там Ну Это не безопасно Я подготовлен Вы вообще Первый раз тигра видите Все равно, что вам дать самолет Сказать, лети Треник исходит из того Сколько стоит Аренда тигра в час Плюс фотограф Транспортировки Всякие там В общем Вы думаете Это прям Копейки стоит Я, кстати Не знаю Сколько стоит Но это не дешево Да, можно Конечно Но вас надо Подготовить К этому И можно У каждого человека Бывает, что Охота все бросить И куда-нибудь уехать Но Тогда в отпуск Или куда-нибудь На Эльбрус На сноуборде Погонять Шане уже 11 лет Ну, в природе От 12 до 15 Живут Усталый выглядит Да нет Вы знаете Она Далеко не устала Это вам Кажется Она такая Плотная Достаточно Ну, мягкие Да Но не так Как Длинношерстные Животные Как Гладкошерстные Кусок мяса Валялся И он его охранял Поэтому Вам так кажется Прилетайте к нам К нам из Элея Прилетают люди Из Нью-Йорка Ну, прилетали Пока не закрыли Все Он и так все знает Я ему уже все сказал Поэтому Он все знает И все понимает Да, случайно Я раньше занимался Больше 20 лет назад Занимался Автовыми продажами Пива Очакова Я его Мочакова Назовался Ой, живописный мост Красота Нет, вы не правы Шейки Это наоборот Их любимое лакомство Куриные шейки Вот эти гордышки Но в рационе У них очень много Видов мяса Но стараемся Свинину не давать В течение года Кому мнению Вообще в России Офигенно Представьте Сотни тысяч гектаров Земли Сколько разных животных Тиграм Для охоты Кайф Для скармливания Детенышей Для разведения Размножения Вот браконьер Был брать Еще было бы Супер вообще Виду В клипе У Тимати с Кридом Но выложим пост Я думаю Обязательно Конечно Это опасно Но что это тигр Это хищник Вы понимаете Ни в коем случае Нельзя детей Оставлять Наедине Есть хищник Ой Ну С машинами У нас вообще Вечная нехватка Жена BMW Любит Я Я Toyota Нелюбимый Mercedes Слушайте Ну Дизель Не очень Любит купаться Он Нам один раз В ванной Полочку Полтора сантиметровую Хвостом Пополам Разрубил Я вообще Обалдел А чем Купаем Ссылку Кину И какие-то шампуни Ну Наверное Это бегемот Мне так кажется Одно из опасных Животных Таких Ой Нет Вы знаете Не слышу Я даже Не знаю Такого Тигра Павлика Может Я что-то Не в теме Какой-то Ну То Что ему Рассказывали Про меня Это точно Ну Да Конечно Все Знает Кошмар Сколько у людей Вопросов Ко мне Это просто Жесть Макс Привет Кстати Слушай Она не то Что пытается Она меня пытается Заставить спортом Заниматься Ну Не сидеть А двигаться Я и так Начал Заходить Гулять С собакой Ну В общем Пытается И огромный Привет Слушайте Ну Все животные Линяют По весне Так вообще Просто Можно С одного Тигра Там Два Или три Пакета Из-под Пятерочки Начисать Шерсти Ну Конечно Линяют Все Тут Конечно Поцарапать Он же Обнимает Становится Лапами На плечи И бывает Когтями Зацепляет Или еще Что Прошлую Раскурку Порвал Бывают Сарапинки Я на это Не обращаю Внимания Про Тигра Павлика Посмотрел Уже Печальная История Конечно Что Сделать Браконьеров Надо Поменьше Надо Открыть Охоту На Браконьеров Я Бывает Которые Вопросы Повторяются Или Улетают Куда То Я Бывает Пропускаю Кое Какие Вопросы Но Стараюсь На Но Если Не На Все Извините Пожалуйста Давайте Повторно Их Обязательно Отвечу Да Ничего Не Будет Будет То Что Погладите Тигра Против Шерсти И Все Ничего Не Изменится О прогулке С тиграми Оружие С собой Не Беру А Вообще Оружие Ношу С собой Да Я Людей Боюсь А Не Животом После Того Как У меня Отца Убили В 89 Году Я Стал Людей Бояться И Вам Советую Бояться Людей Они Живот Конечно Знают Но Поначалу Они В первые Полгода Не Понимают Но Когда Ты Часто Зовешь Их Лилу Лилу Или Шаня Шаня И Они Потом Уже Понимают Что К ним Обращаешься И Они Отникаются Вы Знаете Нужно Быть Больным Человеком Чтобы Без Меня Подойти Ну Без Хозяина Подойти К чужому Тигру Я Лично Сам Не Подойду К чужому Тигру Без Хозяина Надо Просто Не Дружить Вопрос Не Ответил А Что Будет Ну Тигр Будет Как Защищать Защищаться И проверять Человек О чем Хочет С Какими Намерениями Он Идет И Что Ему Надо Человек Очень Много И Они Все Разные По Своей Ну Как По Своей Функциональности И Если Вы Имейте Ввиду Самый Большой Вольер Который С Водопадом То Там Двадцатых Где Там Каким Кормом Кормим Собак Роял Конин Животные Не ревнуют Мои Любви Им На Всех Хватит Ой Слушайте Сейчас Открыл Инстаграм Там Еще Около 100 Вопросов Ко мне Пришло Просто Ужас На 50 Ответил Вы Еще Сотку Накидали Обалдеть Территория Там Где Мы Гуляем С Тиграми Да Она Закрытая Это Не Какой То Открытый Парк Или Там Здесь Гектар Земли Закрытая Территория Только Голосом Интонацией Они С детства Приучены Можно Сказать Нельзя Можно Сказать Нельзя Можно Сказать Нельзя И Они Четко Понимают Что Можно И Что Им Делать Нельзя Когда Я говорю Своей Собачке Нельзя Напишите И Как Вспомните Такой Анекдот Привет Пермь Я Не буду Незнакомых Людей Вот Так Публиковать Или Если Я Не Знаком Лично Или Где-то Мне Попалась Ситуация В жизни Что-то Рассказывать Если Я Не знаю Сам Извините Нарывался И Все Хорошо Ну Кривушка Такая Кривоватая Но Все равно На 80% Выпрямилась Я Даже Не знаю Сколько Стоит У меня Прогубка И Когда Мы Проводим Проводим Примерно Два Раза В месяц Если Желаете Вот Здесь Телефон Сейчас Оставлю Жене Ей Пишите В Ватсап Она Ответит Где Когда Мы Проводим Такие Прогулки И Сколько Нет 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 Мои Животные Меня Если Если Царапали Трызли Кусали То Это Было В Какой Тигре Или Это От Какого Страх Или Испуг Вот Такие Шрамы Примерно Остаются Вот Так Собак Трамп Умка Милка Это Если Касай Малабай Наверное На этот Вопрос Ну Наверное Да Наверное Да Просто Выясняют Отношения То Лучше Туда Не Лезть Да Как бы А если Они Жестят Ну То 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 По Серьезки То Надо Разнимать А Если Они Там Ну Типа Майдеры Перепрятели То Конечно Все Это Делают В Гриф То Если Они Начинают Увидеть Вас В Гриф Надо Отреагировать Сразу Объяснить Что Тебе Это Не Нравится Может Быть Какими-нибудь Важными Съемками Там Может Кончик Застричь Ногтя Но В течение Пяти дней Опять Заново Вырастает Они Стачивают Быстро У нас Специальные Пни Из Когти Точки И Все Это Дело Точат Заново Все Вырастает Спасибо Большое Очень Очень Приятно Из-за Бугра Люди Много Пишут Во Время Коронавируса Сейчас Все Закрыто Летать Нельзя Путешествовать Нельзя Многие Хотят Увидеть Приехать Познакомиться Пообщаться Всегда Рад Я знаю Границ Казахстан Россия Вроде бы Закрыты Сейчас Поэтому Это Нереально Но Когда Откроют Все Равно Это Очень Сложно Потому Что Нужно Сделать Ситтез Такой Документ На Воз Животного За Границу Воз Его Обратный Это Геморрой По-моему На Всех Животных Ошейники Только На Юли Нету Она У нее Кукушку Лет От них Мы Стараемся Все Равно Одевать Наскаются Такие Как кошки Трутся От тебя Как бы Но Они Не Мурчат Как Пумы Как Гепарда У них Вот этого Вот этого Нет Начать Дрессировать Это Очень Такой Тонкий Вопрос Говорит Тигру Сидеть Лежать Не Так У меня Умеют Чего Такого Знаете Запишитесь В Евгении Напишите Ватсап Телефон Указан У меня В аккаунте Стоит Это Каких-то Денег И Не знаю Каких Но Мне Говорят Что Это Очень Дорог Сегодня Кто Написал Это Стоит Денег Я Хочу Много Лайков Без Разницы Не Все Животные Меня Обнимают Целуют Все Абсолютно Мэнди К нам Попала Когда Была Маленькая И Как она Шаги Увидела Я Не знаю Да Через Вольер Как-то Видела Они Там Входят Она Ходит Вон К Дизель Мэнди Ваша Любимая Даже Не знаю Даже Не знаю Вот Из Недавнего Дизель Крысу Поймал Представляете У нас За участком Разбирали Гаражи И Видимо Кто-то Решил К нам Пробежать Сложный Вопрос Почему Не хотим Хотим Женя Готов Говорит Давай Такую Чтоб Было Полгодика Ей В 6 Абсолютно Восемьдесят Девятом Году Он Ехал За Города В сторону Города И Трое Пьяных Шли Решил Подвезти Говорит Вы Пьяные Идете Шлепай Три Километра Давайте Я вас Подвезу Ну Подвез И Убили Напишите Ватсап Телефон В аккаунте Участок Закрыт На карантине Те люди Которые Проживают На этом Участке Не Пускают Не Выпускают Никого Все Сложно МКТ Заведите Будет Класс Слушайте Не Могу Сказать Хороший Придумал Патрик Оф Ну Патрик Ну Сделаю Оф Да Да Молодец У него Такая Пятнышко Тигринная Лапа Ты красавчик Дизель Знаешь Почему Ты видел Сколько Тебе Вопросов Задают На Полу Позабрался Деловой Продолжение следует Продолжение следует